Итак, уважаемые друзья, мы сегодня вам покажем Система борьбы с клещом-воротозом Как это работает без химии? Пожалуйста, будьте внимательны Что мы имеем? К примеру, мы имеем двухкорпусную семью Расплод у нас на первом этаже Или на втором, не играет роли, все вместе Максимум семья имеет 9 рамок Итак, если возникла проблема, как избавиться от клеща нехимическим способом То я буду рассказывать сегодня, что мы будем делать Итак, друзья, это наша семья В данный момент у меня стоит разделительная решетка на первом этаже Я, к примеру, взял примерный улик, чтобы не тревожить семью И чтобы иметь возможность рассказать вам более подробно Итак, на втором этаже мы снимаем Что мы имеем? На втором этаже мы имеем вот такую фанерку Или ОСБ Здесь немножко дадено 4 мм высота Вот этой планочки Чтобы не давить пчел И 4 мм до рамочек До рамочек тоже Итого 8-10 мм вот этот промежуточек Он пчелы не могут застроить Но удобно, когда вы накрываете И пчелы не давятся Если вы накрываете без этих планочек То пчелы, да, могут придавиться Между ними могут пролазить разные Моль, жуки и прочее И они сохраняются там И создается неблагоприятная обстановка Везде, где пчелы свободно пролазят Они изгоняют всякое нехорошее творение Жуки, моли и тому подобное Итак, друзья Это у меня кормушечная потолочина Куда я переворачиваю банку И ставлю сюда Для кормления сахарным сиропом Тут у меня сеточка находится Эту мы закрываем Но когда нам надо Сделать работу противоклеща Мы используем эту дощечку Как мы это делаем? Снимаем Второй корпус тоже снимаем Отставляем С медом он С чем бы он там не был На первом этаже у нас 8-9 рамок с расплодом Что мы делаем? Этот расплод Переворачиваем корпус Кверх ногами Эта информация есть на ютубе Но там не показано Как это использовать Говорят, что если рамку перевернул То клещ помирает Ну, а мы используем вот так Берем вот эту штучку Накрываем Но тогда рамки будут выпадать Чтобы рамки не выпадали Я сделал две планочки Планочки вот такого Они 8-10 мм Из расчета того Сколько у вас тут промежуток Между вот этими И вот этими Чтобы Все рассчитано На Ваш корпус Ваша система Если у вас 8, то вы делаете 8 мм высота Если у вас 10, то вы 10 Чтобы вот эта планочка Придавливала Плечики по бокам Для чего? Сейчас покажу Накрываем Вот Накрыли Пожалуйста Опустись ниже и покажи Тут щели не должно быть Вот тут должно быть плотно Никакой щели Вот Высота Вот сюда глянь Здесь я делаю отверстие Для выхода пчел Вот эта высота 8-10 мм Со всех сторон щелей нету Что мы дальше делаем? Чтобы перевернуть ящик И рамки не выпали Мы берем Вот такие шурупы Пожалуйста Посмотри 1 инч и 5,8 Это по-английски Или 4,13 см 4 см Вот такая высота Этого самого Шурупа Вот такая вот высота шурупа Не играет роли какие Тут написано Dry well То есть Для прикручивания Сухого Щедрака Или сухого мела Для стенок Вот Приблизительно Покажу на пальцах Чтобы вы знали Приблизительно как Вот От мизинца Приблизительно Два сустава Вот так вот Приблизительно Такая толщина От мизинца Два сустава Два сустава Ну Больше не надо Чтобы он захватил Нижнюю часть Покажу Как это делается Беру дрель Обычно Переносная Но батарейка У меня села И у меня работает От трансформатора Тоже Дрель беру Вставляю шуруп Закручиваю Это у вас пчелы Внутри Здесь они летают Никаких проблем Они вам не создают Мы вот так раз Закрутили Но предварительно Просверлили отверстие На Чтобы не развалилось Это ваше ДСП Или фанера Что вы тут хотите сделать Чтобы он не сварился У меня маленькое тут отверстие Которое Под диаметр Этого шурупа Ниже Дальше он схватывается За корпус Вот так закрутили Это займет Недолго У вас Итак Все Это у вас на батарейках Вы взяли батарейку Что теперь дальше делаете Дальше этот корпус С расплодом С медом Может даже с маточниками Семья пошла на раение И этот метод Тоже годится Если семья пошла на раение Мы этот корпус Понимаем вот так Видите Здесь отверстие Для выхода пчел И переворачиваем Это у меня планочка Тут стоит под низом Переворачиваем его Вот так Перевернули Все рамки оказались Кверх ногами Посмотрите Кверх ногами стоят Если мы его поднимем Рамки не выпадают Рамки не влево Не вправо Они заклеены прополюсом Они мертвы Пчела не подавилась Если посмотрим снизу Как это получается Чтобы вы видели Вот здесь получается Литок Этот литок Выходит сюда И на улицу Вполне достаточно Пчеле выйти Через этот круглый литок Видите, да? Пожалуйста Еще раз показываю Литок Вот он снизу получается Он получается Вот здесь Напротив литка Итак Мы перевернули Поставили Насколько И зачем Перевернули Ставим разделительную решетку Ставим опять второй корпус наверх В нормальном положении Здесь у нас расплода нет Закрываем крышей И все Это годится на Сколько? Ну если вы Пчеловоды выходного дня На 7 дней Вполне достаточно Раньше не надо Поясняю В 7 дней Личинка развивается Пчелиная 21 день 21 день Разделить на 3 Вот 3 раза Вы перевернули В субботу приехали Перевернули Уехали В воскресенье приехали Наоборот Перевернули Открутили эту крышку Поставили нормально В следующую субботу приехали Или в воскресенье Опять перевернули Итак Для чего это делается? Личинка Развивается Соты стоят Вот так Личинка лежит Вот так Клещ Всегда сидит Сверху На личинке Сверху на личинке Сидит И кушает Личинку Если мы посмотрим На яичко Пчелы И на личинку Самую маленькую То она едва заметна Нашим глазам Потому что Даже старики Не замечают Этого засева А что же представляет Нам Яичко И личинка Клеща Если он Во много-много раз меньше Его тоже едва заметна Глазам Он Как блоха Маленький такой А яичко Еще во много раз меньше И поэтому Она очень уязвима Если вы перевернули Расплод Кверх ногами Она получается Под низом Под личинкой Личинка Она растет Она тоже Испражняется У нее есть Отходы Кал И этот кал Падает Под низ Под личинку И когда мы перевернули Личинка продолжает Развиваться И кал падает Уже На На Этого Клеща На клеща Личинку И клещ Задыхается Таким образом Клещ не может Развиться Внутри Сота Внутри Где развивается Личинка Вы раз перевернули Потом второй раз Перевернули Потом еще раз За три раза За период Развития Личинки Вы перевернули В итоге У вас Клещ Весь Погибает Точнее скажу Весь Клещ 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 Находится В расплоде А в расплоде Находится 95% Клеща Итак Если у вас Расплод Получается Чистейший То тот Клещ Который на пчелах Он не сможет Дать развитие И семья Буквально Здоровая Получается Совершенно здоровая Даже Вы срочно Переверните Корпус Первый Если вы Заметили Что у вас Маточники На втором И на первом Этаже Ну максимум Девять рамок Матка Засевает Может и Десять Вот эти Все десять Рамок Составьте В первый Корпус Вот И Не надо Там ничего Отыскивать Переворачивайте И ставите Вот Когда вы Перевернули И поставили Все Маточники Пропадают Они развиваются Только вниз Если они Кверх ногами Пропадают Итак Друзья Этот метод Я видел И даже И специальный Улик сделали На интернете Советую Попробовать И Возможно Он будет Хорошо работать Потому что Многие люди Проверили Попробовали Я не проверял Но Видел Что это Очень удобно Можно сделать Если небольшая Пасека Итак Друзья Ставьте лайки Подписывайтесь И Ставьте комментарии Последний раз Покажу Что делаем Следующая Ступенька Первый раз Мы перевернули Второй раз Вы приехали Через 7 дней Вы делаете Вот так Сняли Второй корпус С рамками С медом Сняли Разделительную Решетку Переворачиваете Эту систему Обратно Обратно Вы перевернули Эту систему Вот Поставили На Тут рамочка Это Так сказать Это Как говорится Планочка Которая Входная Берете Опять Дрель Пришли Это Вы приехали На пасеку Берете Откручиваете Второй корпус Открутили Четыре шурупа Всего Открутили Быстренько Это Это Не займет У вас Время Много Как видите Занимает Очень мало Время Снимаете Эту Прокладочку Убираете Эти Две Планочки Ставите Разделительную Решетку Семья В нормальном Состоянии Ставите Второй Корпус Все Семья Продолжает Дальше Работать Что делаете Дальше Дальше Делаете Вот эту Прокладочку Ставите Наверх Как говорится Можете Закрыть Планочками Если у вас Жарко И так сказать Будет отдушина Вот так Накрыли крышу Можете Не закрывать Планочками Можете Просто Если у вас Прохладно Накрыть крышу Вот и вся Работа Планочки Положили Сверху Шурупы Семья Работает На следующий Раз Приехали Опять Поставили Опять Перевернули И так У вас Работает Автоматически Осмотрели Семью Перевернули Все нормально И вперед С песней Пусть работает До встречи Ставьте лайки Подписывайтесь